И славу людей Твоих, Израиле! И вот, братья и сестры, в сегодняшнем житии этой великой угодницы Божьей, первомученицы Феклы, говорится о том, что эта женщина была уже обручена, но в это время самая появилась в иконе апостол Павел, который проповедовал свободно и ходил в сонничьи и синагоги, проповедовал Христа. И вот, когда он однажды разговаривал в доме принявшего его христианина православного Фекла, услышала эти сладкие глаголы о вечной жизни, о вечной любви, о спасении. Она поняла, и Господь даровал ее в ее сердце благодать святого духа, она поняла, вот в чем смысл жизни, вот в чем радость жить и я. Потому что, вы знаете, ведь радость зависит не от количества денег, нет. И человек, который имеет много денег, вот как Фекла в своей земной жизни, она очень богатая была девушка, очень. Вот все, что хочешь, у нее было все. Римский наместник, ну полноправный правитель, это даже не мэр российского города, это намного богаче большого, крупного. И Канье это огромный город был. И вот она все равно была, человеку чего-то не хватает, деньги не могут восполнить то, чего не хватает человеку, никакие деньги, никакие. А это может наполнить бесконечная честная душа только Христос Бог. И вот она, услышала эти слова, она пошла за апостолом Павлом, просила его научить в том учении, радостном, светлом, единственном, верном. Душа откликнулась, потому что душа по природе христианка, говорит нам, тертулиан, церковная история, она христианка, она стремится ко Христу, вот больше ни к чему. Она может заблуждаться, эта душа, и думать, что счастье в деньгах, в семье, в детях, в карьере, в славе, там еще в чем-то, в творчестве, в чем угодно. Но все это является миржами Христа. Если эти миржи эти убрать, все станет совершенно ясным. Христос – мое счастье, Христос – моя жизнь. Тогда все просто, и тогда прямая дорога и светлая. И вот именно поэтому несчастливы, поэтому Алчи, душа наша, она хочет, чего хочет, не знает, Христа хочет. Благодательство Духа любви хочет Бог, есть любовь, хочет любви. И она на эту любовь откликнулась, и апостол Павел наставил ее в вере. Три дня она с ним разговаривала, проповедовала ее вечную жизнь. Она не отходила никуда ни поесть, ни поспать, ни покушать. Она питалась этим Словом Божьим, этой радостью духовной. До тех пор, пока ее не начали искать, ее мать и родственники нашли апостола Павла, ее схватили, притащили домой, призвали ее в жениха и сказали, «Ты видишь, вот этот вот человек, льстец, говорят так на апостола Павла, обманщик, он, наша дочь, прелестил, и она вот трое суток ничего не ела, не спала, только слушала этого льстеца. Ты как-то на нее повлияй, ну, чтобы она все-таки вернулась к своей обычной жизни, ну, вот этой греховной, такой пустой, серой, бессмысленной». И, ну, родители так не сказали, они считали, что это и есть жизнь настоящая, как и сегодня много людей за церковную награду считают, что жизнь настоящая там, где нет Христа, вот она настоящая, радостная, веселая, а в церкви жизнь скучная, настоящая и фальшивая, так они считают люди. Почему? Потому что перевернутое сознание, черное видится белым, белое видится черным, из-за того, что внутри грехи, они склаживают восприятие. И вот этот жених пытался ее обнимать, целовать и как-то ее опять возвращать в эту семенную жизнь, к перспективе семенной жизни. Но все, еще раз давайте скажем, потуги человека, который идет против воли Божьей, вот воля Божья, вот на вот это, а человек, не зная воли Божьей, и не хотя ее узнать, боясь ее узнать, он прет по своей линии, свою волю продавливает. Этот человек просто тратит время, вот просто тратит время. И тратит время не просто, потому что за это же самое время, пока он прет по своей воле, добивается того, что он хочет, и не добьется никогда, никогда не добьется того, чего хочет, потому что никогда не добьется того, чего не по воле Божьей. Может так, как камень бросают в небо, вот так бросишь камень в небо, он вроде бы летит. Да, может сказать, камень летит, но летит он недолго, летит он несколько секунд. Потому что на него действует неумолимая сила земного притяжения. Камень упадет обратно на землю. И чем выше, чем сильнее ты бросишь камень, тем сильнее он упадет и ударится в землю. А может и разобьется. Вот так и человеческая воля. Да, мы можем оторваться от Бога и полететь. Какие-то грехи, в какую-то погибель. Да, мы можем достигать каких-то греховных целей, греховных удовольствий в своей жизни. Но это недолго, это летящий камень. Потом все равно неумолимо, неотклоняемо воля Божия действует на человека. И человек опять все разрушается в нашей жизни греховно, ненужное. То, что Богу не угодно. Поэтому, братья и сестры, давайте будем узнавать волю Божию. Давайте будем отсекать прабощение своей воли. Давайте научимся говорить, слава Богу за все. Вот все, что происходит в нашей жизни. Помолившись, проснувшись, светит солнце. Слава тебе, Господи. Дождь льет. Слава тебе, Господи. Проснулся ты здоровый. Слава тебе, Господи. Проснулся ты больной или заболел. Слава тебе, Господи. Научимся принимать волю Божию. Встретили тебя там где-то в рапорту. Слава Богу. Не встретили. Слава Богу. Значит, я встречу, меня встретит кто-то другой. Вот если не встретил таксист меня, то меня встретит кто-то другой. Наверное, Христос меня встретит. Если Он так сделал, других всех встретили, а меня не встретили. Но это же Господь управил. Чего же мне трясти, зеренеть и ругаться? Значит, Господь что-то мне другое хочет дать в одной жизни. Ну и так далее. И если человек отсекает свою волю, у него такая свобода, такой кругозор жизни не появляется. Огромный. Кто живет по своей воле, трясется, вечно узнает, вечно боится, вечно доказывает, допирает, додавливает свою волю. И ничего не видит. Вообще ничего в своей жизни. Он слеп. Слеп. Холоден. В страхе. Лютом. И постоянным. В голову. Любая мысль, кто это. А вдруг не будет, как я хочу. А будет ли, как я? А будет ли, как я? А будет ли, как я хочу узнавать? Это несчастнейший человек, который живет по своей воле. Может быть, он внешне ведет себя так, как я показал. Но внутри именно это. Страхи. Раздражения. А кто живет по воле Божией, он понимает, о, не встретили, пойду пешком. Значит, кого-то встречу. Мне Господь уже придумал, как мне добраться туда, куда нужно. Но я должен какой-то путь проделать. Может быть, помолиться. Может быть, встретить. Может быть, поговорить с кем-то. Может быть, кому-то нужна моя помощь. Может быть, кто-то должен помочь мне. И так далее. И у человека, который живет по воле Божией, у него удивительные чудеса каждый день происходят. Каждый день. А не у того, который... Ой, боюсь. Би-би-би. Где вы, злодеи, начинает ругаться? Почему не сделали так, как я хотел? Он же никого не встретит. Он встретил. Он встретил злобу, он встретил раздражение, он встретил страх. Вот. И вот так вот, вот этот жених, который даже не удосужился узнать волю Божию, начал домогаться этой феклы, своей той девушке, которая должна была бы стать невестой, как он хотел, но не должна была стать, потому что воля Божия иная была. Она, конечно, отвергла его домогательство. И тогда он пожаловался правителю Иканина, апостола Павла, сказал, что он колдун, обколдовал мою невесту, и я не могу на ней жениться. Может быть, и денежек дал. И апостола Павла бросили в темницу. Поэтому донос его фекла пошла. И когда пришла к стражу, она сняла себе дорогие украшения, ожерелье, жемчужное, золото, браслет. Отдала стражу, сказала, пусти меня, я хочу с ним говорить. Я хочу, чтобы он мне дальше продолжил рассказывать о Боге. Эти словеса богодухновенные наполнять в мое сердце и душу. Страж весьма обрадовался, потому что каждое ее украшение стоило целое состояние, впустил ее туда. И она дальше многие часы проводила с апостолом Павлом в темнице, как говорит нам Иоанн Златоуст, что равнопостная фекла, ожерелье и злато, и жемчуг отдала, чтобы увидеть апостола Павла. А ты, он нам говорит, каждая из нас укоряет, и цату не дает, чтобы видеть самого Христа. А я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok